Всем привет! С вами проект по видеомаркетингу на виду. И мы сегодня расскажем о второй стратегии видеомаркетинга – видеоворонки. И вы узнаете, как сделать, чтобы ваш рекламный ролик продающий показывать только горячей аудитории, которая очень-очень уже хочет купить ваш продукт. Автоматические воронки продаж уже давно применяются в e-mail маркетинге и используются для продаж на сайтах. И также можно делать воронки и из видеороликов, например, используя инструменты в фейсбуке. В чем плюсы? Плюсы в том, что мы продаем не напрямую, не с одного ролика холодному пользователю, а мы сначала собираем ту аудиторию, которой интересно данная проблема и решение этой проблемы. После этого мы согреваем аудиторию полезностью и она узнает уже о нашей компании. Только на следующем этапе мы начинаем продавать. Минус этой стратегии, что здесь уже сложнее. Здесь нужно продумать сценарий нескольких роликов и сделать их серию, там 3, 4, 5. И потихонечку доводить человека до продажи. Также вы наверняка знаете схему воронок продаж, что на сайте, например, сначала нам продают. Подписывайтесь на наши статьи или на вебинар или на какой-то мастер-класс. Следующим этапом мы видим видеоролик, где рассказывается о том, что вы можете купить продукты за 1 рубль или 1 доллар символический. И если человек уже готов отдать этот 1 доллар, тогда начинает массивно уже лить рекламу в видеоролики, продающие этому пользователю. И все это и есть в видеоворонке. Схема видеоворонки. Первый видеоролик – это не брендированный, где нет вашей компании, о вас ничего не говорится, где обозначается проблема и, возможно, ее решение, которое относится к тому, чем занимается ваша компания. Это может быть статья, на которой находится специальный пиксель, который отслеживает конкретно пользователей, которые эту статью дочитали до конца, например. То есть те, кто дочитал до конца статью, посмотрел больше 50-75% видео, тем показывается второе видео через, например, 3-5-7 дней. Причем пользователь не знает, что первое видео относилось к этой компании. Они просто уже заинтересовались и знают об этом решение, а тут они видят видеоролик, где определенная компания предлагает то же самое решение и уже говорит или более подробно, или предлагает решение более расширенное, но уже с точки зрения опыта своей компании, с какими-то конкретными кейсами и примерами. Этот ролик не продает, он также просто полезная информация и может быть даже без призыва к действию в конце, а может быть предлагает подписаться на рассылку, дает ссылочку на страничку или записаться на вебинар. И следующим уже этапом тем, кто посмотрел второй ролик, также больше 75% или полностью, показывается третье видео, уже продающее, где обозначается «Здравствуйте, вы смотрели уже видеоролик на нашу тему, мы знаем, что вы его досмотрели практически до конца, надеемся, он вам понравился, и мы вам можем предложить решить ту же самую проблему, например, вы сами будете долго мучиться, полгода разбираться, а мы вам это сделаем за месяц, потому что мы на этом специализируемся, такие-то преимущества, кейсы, вам всего-то нужно сделать то-то, то-то, то-то и давать ссылочку с призывом к действию, то есть уже конкретно продающий ролик. И в этом и заключается стратегия воронки, видеоворонки. Подытожим, видеоворонки – это сложнее с точки зрения реализации, потому что надо делать больше видео и продумывать эту цепочку, организовывать ее аналитику и так далее. Но при этом это более эффективно, потому что мы продаем не в лоб, а уже согреваем пользователя. Третье, мы вкладываем бюджет в тех людей, которые заинтересовались проблемой или уже знакомы с вашей компанией, значит, больше шансов, что они сделают продажу, то есть мы вкладываем в более эффективных потенциальных клиентов деньги. И это, собственно, основные плюсы видеоворонки. Вы обзорно познакомились с двумя стратегиями видеомаркетинга. Если вы хотите узнать еще две стратегии, а это продвижение в топ YouTube, а также через похожие рекомендованные видео, смотрите наш следующий ролик. Ссылочка в описании. А также, если вам видео понравилось или вы хотите поделиться с ним, с вашими друзьями, вы можете теперь сделать это через мессенджеры. YouTube в мобильнике сделал такую возможность, поэтому сейчас вы видите, как это выглядит. Нажимаете на эту кнопочку, можете добавить туда друзей и скинуть ссылочку на ролик. Пользуйтесь такой возможностью, если реально вам понравилось. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. И будьте на виду! Субтитры сделал DimaTorzok